26 мая по Владивостоке состоялось открытие глобального проекта фото-диплома Си-2018 «Дети мира». Его целью является объединение народов нашей страны и народов всего мира. Наш конкурс глобальный. Он охватывает все континенты. И вот начиная с завтрашнего дня выставки большие и малые пройдут по, по крайней мере, двум десяткам городов мира и по многим городам Российской Федерации. Я хочу выразить слова гордости, что вот та приятная выставка, которая начинается по всему миру, сегодня началась именно в городе Владивостоке. Фотовыставка собрана по итогу международного конкурса с одноименным названием, который ставит своей целью поддержать как профессиональных фотографов, так и тех, кто делает первые успехи в этом виде искусства. На конкурс было прислано более полутысячи работ из двух десятков стран мира. Задача этой фотовыставки – показать уникальность и в то же время схожесть детей разных национальностей, их несощищенность перед большим миром и подчеркнуть нашу с вами ответственность перед новым поколением землян, которым мы обязаны оставить наследство наш общий дом – планету Земля. Как сама являясь фотографом начинающим, для меня вот произвело впечатление, потому что можно наблюдать другие работы автора, это на самом деле очень прекрасно, то, как человек себя выражает, как он показывает кадр, ты можешь увидеть его взгляд. Дети мира – самое главное, это, конечно, название, да? Это лучшая работа, которая отобрана со всего мира. Их 400 штук всего. А приняло участие 25 тысяч фотографий. И более чем в 30 точках мира, на всех континентах завтра откроются фотовыставки, где будут присутствовать эти фотографии тоже. Инициатором данного проекта, фотодиплома «Сидети мира» как раз и был российский парламентский и евразийский диалог, где я являюсь координатором. Это было бы невозможно без поддержки Российского фонда мира, это организация, которая была генеральным спонсором проекта. Это было бы невозможно без организационной, информационной и, если хотите, морально-психологической поддержки Федерального агентства Россотрудничества, центры которого работают в 60 странах мира. Это было бы невозможно без поддержки Российского союза журналистов, которая объединяет ваших коллег, кстати сказать. Финал вот этого проекта будет представлен на исполкоме ЮНЕСКО в Париже в октябре. И мы там отчитаемся о проделанной работе перед всемирным объединением людей, которые занимаются наукой, образованием и культурой. Друзья, я думаю, что если кто-то из вас всерьез отнесется к этому проекту, подготовит несколько своих фоторабот, с душой подготовит их и пришлет в адрес нашего конкурса, сайт легко найти в интернете, там фотодипломаси, то у вас есть реальная возможность попасть в базу наших данных и, возможно, ваша работа попадет на выставки на все континенты Земли. Продолжение следует...